103 серия, участок Мурманск-Магадан, движение на восток, расстояние 81 км в этой серии будет пройдено. В город Новосибирск заезжать не буду, пройду его по северному обходу. Причину, почему я обходил города, я уже говорил неоднократно, потом как-нибудь еще раз к этому вернулся. Комментарии от подписчиков. Сергей Шилин написал, в Камышине хоть дороги плохие, хоть ямы латают. Камышин, арбузная столица и родина легендарного летчика Алексея Петровича Морисева. Морисева знают все и в России, и в Советском Союзе. Героическая личность, летчик, который в бою потерял ноги, тем не менее восстановился и продолжал летать. Это героическая личность. Чуть позже я расскажу о том, что видел на Колыме, когда возвращался из Магадана уже на восток двигался, на запад двигался. Там тоже история связанная с летчиками, которые погибли. Это чуть позже. ИСЕВЛЯНСКИ В СИЗЕ УПАНИЕ Спасибо. Лучше там тормозить движение. Чё там за ребятка болтается? Продолжение следует. 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 50 тысяч рублей. И если кто-то категорически против установки в классе индивидуальных шкафчиков для вещей, то без возможности оставлять в школе сменку и учебники останутся все ученики класса. Потому как делить всю сумму на 10 человек, которые готовы платить, было бы несправедливо. А остальные шкафчики только для тех, у кого родители могут себе позволить такие траты, уже отдают дискриминацию. Кроме того, установку тех же шкафчиков стоит согласовывать не только внутри родительского сообщества, но и с учителями, поясняет Константин Тхостов. С обочиной резко стал выдвигаться полуосвобожение и с Ниссаном чуть-чуть. И сейчас он ему отомстил. Нет, он ему оказался. И с юридической точки зрения, такие модернизации действительно законны. Если родительский комитет и собирает деньги, то все купленное на них имущество принадлежит членам комитета. Чтобы случайно не подставить педагогов и руководству школы, имеет смысл оформить передачу кулера или мойки воздуха на временный баланс образовательного учреждения. И детям комфортно, и в школе лишних вопросов не возникнет. Екатерина Косинец, 200 ФМ. Волгоград, 106,8. Махачкала, 100. Мурманск, 107,8. Владикавказ, 106,3. Новосибирск, 104,6. Самана, 93,5. Москва, 97,6. 200 ФМ. Первая авторазморка. Авторазморки. Приветствую всех в студии Александра Залубина. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, которые полнуют миллион наших авторубителей и автопрофессионалов тоже. Но, наверное, главной автомобильной новостью недели стало заявление Тенера Москвы-Собянина, о том, что в Москве, по крайней мере, в Москве, готовится специальный новый закон против тех, кто нарушает тишину, то есть против тех, кто намерен ездить без глушителей. А вот это правильно. И с открытой мёртвой макрохочет музыка. А вот это правильно. А вот это правильно. Помнится, Сергей Семёнович, помнится. 5 тысяч рублей, если этих злодеев поймали. Очень много обсуждений вызвало предложение МВД, опять же МВД, никто не будет упростить техосмоток. Ну, техосмоток по-прежнему нужно было иметь, потому что заслужили тушь трав, хотя и ОСАГО просто так будет продаваться. Там довольно много позиций, теперь можно будет не проверять. Ну, какие-то другие темы обсудим сегодня с нашим гостем. Это автоконщик, автоиспытатель и автоэксперт Вячеслав Суботин. Вячеслав, приветствую вас в нашей студии. Александр, рад вас слышать, как всегда. Замечательно. Первый вопрос, который, естественно, возникает, когда мы услышали вот эту новость о том, что московские власти намерены искоренить эту гадость, которая действительно мешает людям спать, и не только спать, там, я не знаю, жить мешает. У многих, вот я не исключение, такое возникает, когда желание, вот стоит какой-нибудь такой бармон с открытыми дверями, как хочет посыпать ночью, да, желание такое, чем-нибудь такое кинуть с 10 этажа, но понимаешь, что это все-таки вне рамок. Да нет, ну не только автомобиль еще. Смотри, какие петарды, когда полностью начинают бабахать. От 5 тысяч рублей штраф, если поймали. Причем штраф может быть, как понятное заявление мэра, и больше, и будет зависеть от мощности автомобиля. То есть, того машину отберут и отправят на стоянку, пока там все будет. Молодец. На специальную стоянку, пока все будет. Вот, на самом деле, удастся ли решить проблему, если действительно такой московский закон будет принято, потому что в Совете Федерации сказали, что такие законы будут приняты уже и на общую связь. Потому что проблему остаться не будет. Ну, на самом деле, я поддерживаю эту инициативу. Просто двумя руками возникают постоянные моменты, которые затрудняют исполнение нового решения. Первое, это, во-первых, эта проблема затронула не только Москва, но и с него, прежде всего, и до конца. Ну, как он Тросту, Краснодар, это вообще... Ну, там невозможно жить. Это весь каждый девятки какой-то. Шигули. Да, да, да. И даже не глушители. Глушители, там, пробитые, и прямотом. Это мало, потому что эту технику нужно менять, представляете? Ну, то есть это, вот, серьезная переделка. А музыку поставить побольше. В динамике диаметром побольше, это самостоятельно. вот тут пошел купил подключил и ему крохотать вот вот это самая большая проблема вопрос но в конце концов соседи вопрос как фиксировать сообщат ну-ка звоните сообщат что какой-то окно роста музыка ясно грохочет у них есть специальный может быть прибор который измеряет децибел и на расстоянии 50 метров зашкаливает а попался голубчик все оформляется а так как 5 тысяч рублей эти сотрудники тпс вполне могут заняться это не 500 рублей которые сейчас вот загружение тишины вот это как раз и сложно саш как как ездить за ним просто вот стоять на перекрестке где во дворах стоит где с этим прибором вот это вопрос а он проехал думать и видишь что машина заряжена со звуком и специально просто можешь включить на всю громкость ну вот возникают юридические моменты как это реализовать а у меня есть у меня есть идея хочу поделиться да это все же автомобили которые не закусили власти у нас скорее всего тоже услышит потому что ведущая радиостанция фото видеофиксация как мы уже привыкли за много лет наших скоростей сайта все что прочее автофиксация звуку проезжает наше но не наше машина вот этого злодея вот специальные камеры который поставлен дополнительный блок звуко улавливающий звукоизмеряющий прекрасную фотографию вот машина вот ее номер то есть понятно какому собственных отправлять штраф и если при проезде мимо этой камеры слышно что звук будь то музыка будь то глушитель снятый и машина просто врачи вся из себя превышает определенное количество децибел ну там расстояние понятно 2 10 метров все это рассчитывается это несложно точно так же как автоматически определяют наше превышение скорости вот превысил столько децибел это правильно что это не такое что у тебя вообще там у приемника нет и музыки никакой нет и у тебя там 10 штук стоит и два резонатора дополнительных все вот решение проблемы ну сам технически опять же сложно возражу сложно выполнить ну во первых на автомагистрале звук никто не будет включать потому что никому интересно интересно во дворе включить обратить на себя внимание посмотреть как жизнь моя не удалась или я никчем на девушки меня не любят и единственное каким образом я могу обратить на себя внимание это чтобы соседи и окружающие жители увидели меня что есть такой человек или прямотокс или мотоцикл едешь открыл окно и смотришь как на тебя это замечает а то вообще не замечает никто по жизни из ботинга вопрос еще один вопрос очень серьезный я не понял почему это нужно привязывать мощность мотора какая какая связь между мотором и зимотом которые сдают ну а звук который издает двигатель у которого изъят система глушитель ну глушитель резонатор есть одно дело 600 у тебя лошадиных сил да которые рычать будет как 600 настоящий а другое дело у тебя там какая-нибудь там дэйл матисса с 60 силами ну что ну так ну совсем не так просто технической точки зрения я понимаю что у Сергея Семеновича техники подвели те которые не очень представляют как это все устроено даже одноцилиндровый мотор я не знаю там 350 кубиков мопед мопед почему так грохочет потому что скорость выхлопных газов выше скорости звука там уплотнение потока идет там это не просто выхлоп само по себе содрогание да это волна звуковая за новое уплотнение там даже моторчик маленький 300 кубиков будет так грохотать как у вас цилиндровый какой мотор объехать литр так же будет очень шумно понятно поэтому связь связи приблизительно связь пока не ясна да мне нужно что ясна ее нет ну да нет но может быть имеется ввиду кто более богатый более дорогие машины вот больше и заплатят но больше но мне это не зладить с мопедом тоже возражает меня с этим аспектом конечно буду разбираться и следить но все таки а если вот такие вот камеры фото видео фиксации плюс звука фиксации поставить на тихих жилых улочках Москвы и других городов во дворах в конце концов конечно какие то инвестиции по началу нужны но если к этому дело грамотно по государству подойти то по 5000 рублей с каждого охламуна это получается 100000 зрителей по одному это получается 7 пишет 5 наука шло на благо большинство людей даже подавляюще большинство людей и окупится а потом прибыль пойти нет ну Саш не окупится охламунов этих на самом деле так много вот так сказать они развелись мы их прищемить на лёду гораздо проще без всякой аппаратуры на самом деле а как достаточно достаточно того что инспектор вместе там со свидетелями зафиксирует вот это нарушение и передадут все а чем он зафиксирует ушами достаточно достаточно своего так сказать слуха этого достаточно что инспектор объявляет нарушение а дальше то есть по известному принципу нет оснований не доверять сотруднику полиции ну на самом деле это так инспектору больше нечего делать как так сказать там выявлять того мужику кого его нет ну ну вот правда я думаю что это будет для бюджета приемлемо и с правовой точки зрения ну есть конечно натяжки но тоже реализуем другого варианта я просто себе не вижу потому что тут же это превратится бизнес-процесс начнут производить датчики впаривать в сумасшедшей цене да мы просто на бюджете на этом мы занимся нет столько нарушений сколько ввалим все это бюджет опасность такая конечно существует хотя с другой стороны когда речь идет о больших штрафах ну пять тысяч рублей и больше это все-таки самый большой штраф который сейчас существует автомобильные дела да естественно это повод если сотрудник ДПС вот увидит такого нехорошего человека услышит такого нехорошего подойдет ему это повод для такого хорошего разговора участливого да может как решить решать эту проблему потому что за пятьсот рублей конечно никакие офицеры беспокоятся не могут а тут пять тысяч уже грозит поэтому люди могут пойти на какие-то скажем так ну компромиссные вряды ну будем решать на месте будем решать на месте ну ладно будем следить тем более главный первый шаг сделать это очень важно потому что я не знаю сколько сотен тысяч миллионов людей страдают от этого одного которого решил показать себя и напомнить обществу радар спеху ограничение 100 да это люди с кем ты это касается мотоциклистов тоже балуются таким вот слышно на весь район ну не так много ну да и число уменьшается периодически хорошо тут сейчас конечно плохо но тебе меньше ездить нужно аккуратно да в любом случае вторая вот такая интересная новость МВД так ну вот деталка которая была предложила простить техосмотр автомобиля сразу мы постоянно говорили что буквально уступил в силу закон по которому техосмотров для покупки ОСАГО уже не было однако с будущего года за отсутствие техосмотра как такового будут штрафовать причем штрафовать могут каждый день будут там 700 рублей но каждый день если будут плавить то есть техосмотр придется прокатить и так МВД предложила отказаться от проверки некоторых вещей это чтобы ну кому проще все это было быстрее и оператор этого техосмотра не входили в большие большие траты на кубку дорогой аппаратуры которая вот все это проверяет предложила отказаться от проверки коррозии элементов тормозной системы вот прям по поводу мне кажется что если элемент тормозной системы ржавые то они не будут хорошо тормозить исходя из вашего опыта это нормально вообще это не опасно ну на самом деле Саша все пункты которые здесь написаны в современном техосмотре они приехали с 50-х годов когда были ржавые москвичи сегодня традиции 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 да нержавей михаил черников вот я его поддерживаю двумя руками главный так перестра это не опасно отрабатывает саш кузова 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 книет первую ручку сегодня такие технологии материалы обработка что даже никто их мастит накрывает с левой стороны все кто же не помнит отработку в пороге да отработку в пороге подъезжаем с левой стороны северная пурная по-моему называется вот состав был такой все ничего не ржавеет четко вспоминаешься проверять и не это в тормозах проверяется в современных автомобилях не это нужно проверять а как работают бякчики как работает система притворить его торможение автоматическое торможение вот что важно вот на этом надо на дороге кайкоростроли от Новосибирска на запад бетонку сделали на две полосы в каждую сторону с огоньником хорошо но наверное нужно все таки не плиты а асфальт просто трясет здорово на бетонке разогнался куда дядя так 5,4 на 100 359 пройдено 78 км в час у нас у нас российские великолепия денис гнездилов выиграл паралинфийские соревнования в толкании в ядра становив новый мировой рекорд в финальных состязаниях 34 полетня россиян указал результат 11,16 метра на сантиметрах превзойдя предыдущие достижения приобретавшие португальцев как сказал Денис Дилов победу он посвятил тренеру на медаль в зачете игр сборная России занимает третье место с 14 золотыми серебряными молодцы положительных тестов на коронавирус параллельных нет сообщил ТАС исполнивающий обязанности президента ПКР Павел Рашмур сегодня стало известно что тесты на COVID-19 в одном спортсменах находящихся на территории паралимийской деревни в Туркио дали положительные результаты всего с последней сутки был внедлен один в случае компенсирования средств также семь подрядчиков представитель СМИ и человек связанные с проведением паралимийской игры в Туркио завершаться 5 сентября в Москве возобновляют работу фестивальные площадки закрытые в период подъема заболеваемости коронавирусом правда организаторам пришлось внести коррективы в программу из-за антиковидных ограничений сообщил мастер-классов в силу существующих ограничений мастер-классов там такое стесновное пространство но тем не менее открыли возможности для городской торговли по балетам в городе фестивальной площадке заработали торговли кафе общих вид начнут функционировать в полном объеме 1 сентября мы открываем фестиваль цветочный джер торговля ландшафтный дизайн цветы кафталь большие деревья украсит наши площади фестивальные площадки отрисел что здорово отрисел провести учебный год в овощном режиме с учетом того что более 80% педагогов прошли вакцина от COVID-19 по словам мэра московские школьники достойно сдали экзамены в прошлом учебном году несмотря на дистанционное обучение коронавирус может обнаружиться в школу взяток со стен кишечника даже через несколько месяцев после перенесенного заболевания это может объяснить длительное выявление титров антител в классе М в части пациентов местного выздоровления сообщила ТАСС замдиректора по клинико-аналитической работе с ней эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная она почувствовала что воздействие на организм коронавируса продолжает активно изучаться врач также отметила что проблемы с детанием после перенесенного коронавируса некоторых людей могут наблюдаться в течение нескольких месяцев добавлю в России по данным федерального оперштаба зарегистрировано 6 миллионов 863 тысяч в случае заражения выздоровели 6 миллионов 131 тысяч человек умерли 185 тысяч до 840 Московский северный речный вокзал с начала навигации принял более 500 тысяч пассажиров сообщили за мной столица по вопросам ЖКП Петр Горюков по его словам с 24 апреля отлично более 8 тысяч подводных судов принесенных в их прогуночных направлений основной траве к ожиданиям приходится на прогуночные маршруты а выходные каждый час отправляются по 6 теплоходов Виценарь отметил что в штабной реконструкции речного вокзала в прошлой году обновили 17 причалов из них 11 предназначены для швартовки производства флота остальные для стоянки прогуночных судов погода в Санкт-Петербурге сегодня местами небольшие дожди плюс 16-18 градусов простые без осадки плюс 22-24 тепла сейчас в городе плюс 15 давление 749 миллиметров влажность воздуха 68 процентов 6 санкт-Петербург все 6 санкт-Петербург молодцы молодцы авторазвуки и теперь продолжим наш аппарат у нас проступили советники автопорчи автопорчи Молодцы, но если бы еще вода не скапливалась на дорожном полотне, было бы вообще замечательно. Продолжить мягкий асфальт и сток, чтобы мотором пролетел, за ним такая снежная пыль, 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 пыль. Если там есть повреждения, тормозная жидкость, раз и вытекла, но это не тормозная жидкость, не топки, а шланг. Но никто сегодня, и сегодня, кстати, ресина совсем другая, она ходит, я не знаю, по 15-20 лет в современных автомобилях. То есть вы хотите сказать, что смысл? Нет смысла проверять вот эти тормозные жидкости, хотя бы просто потому, что если они провались, то никто и так ездить не будет. Потому что это невозможно. Хорошо, следующий пункт. Отказаться от проверки способности стеклоопротива, выдавать жидкость в зону. Резко затормозил, потому что сзади нагонял этот жидкость. Хотя я иду 90, а он шел наверху все 140. Поверки, естественно, нам этой проблемы нет. Там просто моторчик не работает. Но это же опасно. Саша, это пришло опять в 60-е годы, когда мы в москвичах, в Жигулях брали иголочку. Я брал иголочку и фарсунку-то настраивал, чтобы она поливала туда, куда нужно. Они не меркли. Ну, Саша, ну уже все, уже не на Запорожьях ехал. Все, никто это не делает. Поставили фарсунку, она хочет поливать туда, куда надо. С такими ценами, нужно сказать, нам новую машину, вины поддержанные и привычными нам иномарки. Может быть, это до Запорожьев придется дойти до какого-то этапа. Это эконом-заскоро сказать. Не дойдет до Запорожьев. Не успеем, да? Да, и те, которые ездят, москвичи и Жигули, они все в провинции. Ну, понятно, я имею в виду новое что-то типа Запорожьев. Но остальное, конечно, понятно. Зачем, какой смысл проверять наличие в машине аптечки, ну, понятно, какой-то знак аварийной остановки, однотушителя. Потому что сейчас он у тебя есть на проверке, а потом ты его выложил в гараж или куда-то там положил. Замеры уровня шумовопускной системы, кстати, первой нашей теме. А также загрязняющих веществ в выхлопе. А как же нужно ждать экологический класс? Правильно, Саш, правильно. Но Черников абсолютно правильно. У него так... Ему противостоит такой лобик. Ему не удалось сделать так, чтобы сделать техосмотр добровольным. Так он хотя бы, ну, это предлагает. С технической точки зрения абсолютно обоснованно. Ну, скажем, там, проверять выхлоп. Ну, ребят, да какой выхлоп, если у нас дорога замечательная, но... А если он развалился? Если катализатор развалился, и, ну, если новый спорит до дорога... Тогда... Тогда, Саша, ну, нужно обращаться к моему, прежде всего, к производителям. Просто так катализатор не разваливается. Вот туда нужно обращать внимание. Тот, кто продаёт это топливо. Палёное топливо и планкует. А там сами по себе катализаторы... Не развалятся. Не развалятся. Не развалятся. Он разваливается до плохого масла или топлива. Которого у нас хватает. Этих заводов, где им на северном Кавкате, производящих левое топливо, но в самодельном переводном заводе, просто масса. Понятно. Где этот всё простой оседает? В Краснодаре, это стыбаска там. Вот сюда. Вот ещё такое вот. Отказаться от проверки наличия, как сказано, капли падения масел и рабочих жидкостей в коротких передачах портовых редукторов и заднего масла. Капли падения масел и рабочих жидкостей на раскалённый металл, в принципе, может вызвать пожар. Надо же как-то проверить. Обычный автолюбистик, даже автопрофессионал не всегда увидит капли падения масел и рабочих жидкостей. На самом деле, Саша, я бы оставил этот пункт для автомобилей КАВАЗ и УАЗ. Потому что там во время, в УАЗике, в инструкции было написано, по-моему, то ли 20, то ли 30 капель масла за минуту, это норм. Я помню, когда у меня был полночный УАЗ, и там техкомиссия тоже у меня проверял, она там стоит, смотрит. Серьезно. Серьезно будет что-нибудь там, не будет. А сколько? Они так смотрят. То есть, почему масло? Прибегает главный конструктор автолаза и говорит, ребят, это норм. Поэтому можно подписывать под инструкцией. И типа писали, я пойду. Я не знаю, что это шутка. Но на самом деле... Нет, не шутка это были. Но на самом деле, какие капли масла? Какие сегодня капли масла? Капает масло, подтравливает где-то, вытавливает. То есть машина не едет? Нет, где-то, ну пока она еще едет, а вот он падает раскаленный. То есть можно, так сказать, и тут раз и вспыхнет. Никуда она там не вспыхнет, Куда она, например, не капает это масло? Куда она там будет взят? Если капает масло, то где-то, то иногда пойти... О, моё личное мнение, дороги. Всё, поехала, демотива. Машина сама тебе скажет об этом. Если у себя где-то не работает, система потеряется, так ты внячь. Тут красные лампы, огромные, выярёвшиеся на красную. На приборной модели тебе сам сюда. Это современные машины, люди. Ну, к славу Богу, в ритуале не обращать внимания на трещины метрового стекла. Да, ну, понятно. Речь идет. Посчитается, что, как говорится, тратить время техосмотра снизить финансовый расход до первого. Вот он будет закупать дорогой технической оборудованием. Вот. Этого документа пока нет. Это инициатива, значит, не делал. Это профессиональное сообщество. Ну, да. В СМИ, как мы это этим понимаем. Но выросли дети, потому что, конечно, вопросы безопасности, техосмотра — это главное. Следующий вопрос. Вот такая, как бы, ну, это такие, типа, городские легенды, как правильно экономить топливо. Вот. Ну, это писалось о том, когда, вот, моторы маленькие, моторы маленькие, моторы, все большую часть тренок занимали, что турбина очень сильно экономит наличие. Турбина маленький, и он сильно экономит топливо. А, потом стали проверять ее, выясняете, что турбина действительно экономит топливо, но до тех пор, пока турбина не включена. А когда турбина включается, вот тут уже расход топлива, уже мама не горюй, и вполне сразу с традиционными атмосферными моторами. Что вот по этому поводу можно сделать? Ну, Саша, турбину тут вообще ни при чем, потому что двигатель должен произвести работу. Чтобы переместить тело массой, там, полторы тонн, скажем, на один метр, или на десять метров, нужно произвести одну и ту же работу. Ну, не важно, какой мотор у тебя. Надувный у тебя мотор, не надувный. И должен произвести, там, определенное количество кило джоу, и куда кинуть. И это сказывается на расходе топлива. Другое дело, ты видишь. Просто подождите, Вячеслав, но ведь даже на холостом ходу, если мы будем наблюдать за мгновенным расходом топлива, на холостом ходу машина с маленьким двигателем будет употреблять совсем немного, а машина, которая по 8 цилиндров, то есть 10 цилиндров, она будет все-таки употреблять побольше. Ну да, потому что холостой ход, так холостой ход, он не производит работу. Холостой ход – это движение без нагрузки, и вообще работа мотором с нами. Холостой ход, как может быть на 800 оборотов, так и 6000. В этом итоге происходит работа. А мы говорим о работе, о том, что нужно переместить тело. Ну это физика. Поэтому не важно, он трудный человек, потом нерадуманный, он… за то, что дорога свекотная и просветки не видно. То есть никакие наши улыбки по экономии топлива, ну кроме стандартных, где по шоссею, это 90 км, а бывают больше, там, 60-70, самый экономичный, никакие, вот эти старые, дедовские легенды, о том, что на длительном, на длинном, аккуратном, на спуске можно, раньше он там дал, были всякие москвичи, с механикой включали нейтральную передачу, не хотели, сейчас это все дело, мало того, что не полезно, но еще и в этом, вот… дороги не ровные, машину трясет, подвеска, все остальное, на всем-то я бы поставил, тройку, с тремя минутами, нельзя, так, ребят, нельзя, мы уже создали ключ в спине, передать, наше число, поселение, наше время заканчивается, идет важный момент, но относительно нейтральной передачи, даже в современном, к автомобилю, но все равно, он будет, конечно, аккуратно, а потом включая драйфу, случайно выключить, заказать, да, все нормально, а после этого, я благодарю вашему сегодняшнему гостю, я думаю, рад, учитывая, все остальное, спасибо за интересный, познавательный рассказ, но это, мы будем полегулировать, мы будем включить, будь аккуратно, дорога, независимо, и у вас машины, куда вы собираетесь, с вами был Александр Розлов, всего хорошего, пока, 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 День рождения, я, 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 Немножко нервничал, но я начал улыбаться, начал думать о технической работе, которую я делаю в секторе. Это мне помогло, рассказал Гнездилов после победы. Борьба достаточно была острая для Гнездилова. Нельзя сказать, что он пришел, увидел, победил. В нескольких попытках представительный рак его даже где-то опережал. Но в итоге Гнездилов удалось сказать последнее слово. Российский паралимпийец Гнездилов посвятил свой успех тренеру Николаю Полотко, с которым он работает и с которым надеется и далее продолжить работу. Вообще интересно, что накануне у нас было 4 медали, 4 золотые медали. И, конечно же, здесь хочется отдельно... Так, подскажешь мне принять дверей где-то? Ну вот, совсем другая дорога. Совсем другая дорога, мягкая... Чуть не проскочил. Навигатор. 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 В этом месте должна была предупредить, чтобы принять левее на Кеймерово. Так, ну объездная тоже, как я называю, северный обход, не помню. Ну вот, в обход Новосибирск. Новосибирск справа по ходу. Новосибирск. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Вы точно их знаете? Все, что мы скажем, будет использовано в вашу пользу. По понедельникам, после 20 часов, на радио 200 FM. Погода. О погоде на 29 августа на территории России. В Архангельске днем плюс 12, плюс 14, без осадка. В Калининграде временами дождим около 20 градусов тепла. В Самаре 22, 24, переменная облачность, без осадка. В Казани плюс 20, но психосадков не обещают. В Сочи 31, 33, без осадки. В Коснодаре до 35, где есть воздух, где стоит без осадка. В Казани, мы остаемся в 4-6, без осадки. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok